Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Только у нас в Ульяновске началось строительство единственного в России японского индустриального парка. Родительская плата за детский сад в Ульяновске повысится с 1 июня. Министр спорта занялся СУМО с чемпионкой мира, что произошло в школе Олимпийского резерва под Хэквондо. На медицину, образование и переселение правительство Ульяновской области утвердило увеличение расходов. В промышленной зоне Заволжья расположится новая площадка. Японский индустриальный парк будет сформирован с учетом специфики делового менталитета страны восходящего солнца и потребностей бизнеса. На закладке камня побывала наша съемочная группа. Вчера в промышленной зоне Заволжья состоялась закладка японского индустриального парка. Церемония прошла в рамках третьего международного форума «Японская весна на Волге». Создать благоприятную атмосферу для ведения японскими компаниями бизнеса на территории России. Учесть специфику делового менталитета Японии – задача непростая. Однако ульяновцам она оказалась по силам. Делегация страны восходящего солнца однозначно высказалась. Индустриальному парку японских компаний быть. Ульяновск занимает очень важные места в контексте японо-российского сотрудничества. И вы знаете, что, как вы отметили, что первый раз после 9-летней перерыва прошло успешно съезд губернаторов. По словам директора представительства японского бизнес-клуба в России Куино Акада, проект будет интересен и Японии, и России. Как оказалось, не только. Ульяновская область незаметно превращается в место, где встречаются и налаживают сотрудничество бизнесмены всего мира. Мы сегодня здесь, да, потому что мы хотим участвовать в развитии этого парка. Мы уже работаем здесь. Есть ряд иностранных инвесторов, которые с нами работают, которые проектируют с нами свои проекты. И мы, как немцы, в принципе, хорошо понимаем потребности иностранных инвесторов, включая японских инвесторов. И это мы делаем каждый день. В России подобных парков пока нет. Напомним, меморандум о его создании подписали Сергей Морозов и глава московского филиала истеледовательского института «Намура» Акира Ивата в рамках делового визита в Токио в ноябре прошлого года. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Сразу после закладки камня гости отправились в историческую часть города, чтобы пообщаться с жителями и погулять по венцу. Там их ждала большая развлекательная программа с участием героев японского аниме и манго. На один вечер 15 мая венец города Ульяновска стал японским. На бульваре было организовано большое количество мастер-классов и интересных площадок – оригами, фотозоны, аквагрим. Также прошел фестиваль косплея, на который съехались гости из пяти регионов страны. Каждый участник смог почувствовать себя персонажем японского аниме-фильма. Здесь же состоялась торжественная церемония открытия международного форума «Японская весна на Волге». В этом году он проходит в третий раз. Почетным гостем церемонии стал посол Японии в России Таёхисе Кадзуки. Я был в этом городе три года там назад первый раз. Но на этот раз вернулся сюда и чувствовал, как будто вторая родина для меня. Так много людей окружено. Очень рад, как это такое для меня. Ульяновка стала для меня вторая родина. Губернатор Сергей Морозов поприветствовал гостей форума. Говоря о «Японской весне на Волге», мы всегда говорим не только об экономике. Мы говорим о дружбе. О дружбе между нашими народами, между нашими странами. Мы видим, какие комфортные отношения, по-настоящему дружеские отношения складываются между президентом Путиным и премьер-министром Абе. Главным украшением мероприятия стало открытие арт-объекта «Голубь дружбы». Своеобразный подарок городу о третьей японской весне на Волге. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Сегодняшний день форума начался с открытия на базе Ульяновского госуниверситета арт-инкубатора. На открытии встретились русские и японские студенты. В течение суток им предстоит узнать многое друг о друге. Что именно узнаем в нашем материале. Форум «Японская весна на Волге» преподносит множество приятных неожиданностей. Одна из них – открытый сегодня арт-инкубатор, предназначенный для обмена национальными традициями. В здании Ульяновского государственного университета собралась студенческая молодежь России и Японии. Сейчас будет презентация, мы послушаем, подумаем. Я думаю, что мы будем изучать русскую культуру. Проректор университета Татьяна Кириллова рада интеллектуальному сотрудничеству. Не первый год она радушно принимает гостей из страны восходящего солнца. Вообще пикантность ситуации в том, что ребята, которые приехали из Японии, физики, это студенты будущей физики. Но тем не менее, сегодня русские студенты, студенты Ульяновского государственного университета и японские ребята должны поработать в сфере искусства. Что из этого получится, увидим завтра. Тяна Кавелла поведала о том, что форум несет не только культурную ценность. Японская весна на Волге проходит четыре дня, и за это время произошло событие, которое может значительно повлиять на международные отношения. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов встречался с губернатором префектуры Ибараки, господином Ойгава, и они обсудили ряд вопросов, включая бизнес, культурно-гуманитарное сотрудничество и молодежные обмены. Сегодня ульяновские студенты и японские ребята начнут совместную работу, которая, я надеюсь, станет началом новых отношений в рамках молодежного партнерства Ульяновской и Японии. Международный форум продлится до 18 мая, ну а завтра его организаторы узнают о творческих успехах русско-японского коллектива. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Спортивная составляющая форума началась с фестиваля японских единоборств. Сотни детей, занимающихся тхэквондо, айкидо, карате и другими видами борьбы, пришли продемонстрировать свою силу и ловкость. На открытии присутствовал министр спорта. Николай Цуканов успел не только поздравить ребят, но и научился новым боевым искусством. Виктория Черкова подробнее. В безупречных кимоно с горящим взором и блестящей подготовкой. Для ребят из секции восточных единоборств пришло время показать свое мастерство. В стенах школы Олимпийского резерва состоялось торжественное открытие фестиваля боевых искусств. Поддержать юных спортсменов приехала знаменитая Олеся Коваленко, чемпионка мира по сумо. Она же в сентябре этого года представит свой вид спорта на международном фестивале ТАФИСА. Талантливая сумоистка напутствовала наших единоборцев. Чтобы наши юные спортсмены были крепкие ребята, здоровые. Чтобы занимались усердно спортом. Чтобы, учаясь на ошибках старших ветеранов, они все больше и больше усердствовали и приносили медали нашей стране. Фестиваль начался с торжественного построения гимна и слов приветствия. Далее будущие чемпионы показали то, на что они способны. Броски, захваты и остальные эффектные приемы, очевидно, вдохновили почетных гостей. Дело дошло до того, что министр спорта Николай Цуканов вышел на татами с Олесей Коваленко. Там она его и научила. С новым сумо. Сегодня в нашем городе дети, взрослые могут посмотреть именно на показательные выступления. Потому что, когда происходят схватки, поединки, не всегда можно увидеть красоту приемов. Потому что соперники часто скрывают свои движения. По мнению организаторов, глядя на силу и грацию, юное поколение захочет приобщиться к культовым видам спорта. Фестиваль ощутимо поддержал азиатское настроение в нашем городе. Мероприятие органично влилось в течение международного форума «Японская весна на Волге». Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в краже. На прошедших выходных в дежурную часть обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что в его киоске неизвестный взломал роль ставни, разбил стекло и похитил табачную продукцию, продукты питания и другое имущество на сумму около 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого жителя Новоульяновска. В настоящее время органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кража наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. С началом лета ульяновские родители получат квитанции за оплату питания в детсадах суммой на 117 рублей больше прежней. Теперь один день пребывания ребенка в детском саду обойдется маму и папу в 137 рублей. Как сообщили в Управлении образования администрации города, эта сумма ниже определенного постановлением правительства Ульяновской области максимального размера родительской платы в 138 рублей. Вся дополнительная нагрузка в связи с повышением цен операторами питания ляжет на городской бюджет. Второй день в Ульяновске проходит первый международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи вместе. Для ульяновцев сыграно уже два спектакля участников фестиваля. На открытии побывала Ирина Антонова. В Международный день семьи 15 мая в небольшом театре состоялось открытие первого международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи вместе. Первыми на сцене ульяновского теза выступили актеры театра драмы и комедии «Фест» из города Мытищи. Они представили спектакль «Суббота каждый день» по повести Пауля Маара, который стал лауреатом российской национальной театральной премии «Орликин». Сегодня здесь собрались самые лучшие театры России и зарубежья. И здесь и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты премии «Орликин», лучшие спектакли России. И вот эти театральные коллективы привезли ульяновскому зрителю самое лучшее театральное искусство. Мы хотим вместе подарить нашим зрителям театральный праздник. Сразу после церемонии открытия фестиваля Севастопольский театр юного зрителя показал спектакль «Элегию Ася» по повести Ивана Тургенева. Да, мы впервые здесь, но мы уже два года знакомы с небольшим театром. В рамках больших гастролей они приезжали к нам в 2017 году, потом были участниками нашего фестиваля в Севастополе. И вот мы впервые с ответным визитом в городе Ульяновске. Программа фестиваля обширная. Зрители смогут познакомиться с достижениями российского и зарубежного театрального искусства для детей и молодежи. В фестивале участвуют профессиональные театры из Москвы, Севастополя, Барнаула, Кемерово, Софии, Болгария, Схинвала, Южная Осетия и других регионов. Фестиваль продлится до конца недели. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Уже завтра в Ульяновске пройдет масштабный субботник. В работах примут участие более 5000 человек, а также 1400 предприятий и организаций. Городская власть зовет жителей областного центра принять активное участие в благоустроительных работах и навести порядок на придомовых территориях. Для этого управляющие компании готовы предоставить необходимые инструменты, перчатки и мешки. В ходе субботника запланирована очистка парков, скверов и бульваров, вырезка веток и сухостоев, мойка и покраска бордюрного камня, завоз чистого речного песка в детские песочницы, ремонт детских игровых площадок, скамейк, садовых диванов и покос травы. Завтра в Ульяновской области ожидается похолодание. Температура воздуха днем опустится до плюс 15, ветер северный до 13 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале allpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok